Приветствуем уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик. В Армении по просьбе России задержали вора в законе Арсена Ереванского. Агентству Ньюс Эм стало известно о задержании вора в законе Арсена Мкрчана, более известного в криминальной среде, как Арсен Ереванский. Его адвокат Варду Элбакян рассказала, что уголовное дело против Ереванского возбуждено не в Армении, а в России. По уголовному делу, возбужденному в России, объявлен розыск. Его задержали для экстрадиции, добавил Элбакян. При этом сторона защиты намерена обжаловать решение суда, поскольку задержанный якобы страдает некими болезнями. Характерно, что Арсен Мкрчан уже задерживался в России. По данным правоохранителей, он может быть причастен к похищениям людей и незаконному обороту наркотиков. Кроме того, вор в законе занимался урегулированием споров между участниками уголовной субкультуры и незаконным обналичиванием денег. Особым влиянием гражданин Армении пользуется в Калужской и Московской областях России. Смотрящий за Тулой и Калугой, вор в законе Арсен Ереванский. Арсен Степаевич Мкрчан родился 22 августа 1977 года в Ереване. Вероятно, большое влияние на него с детства имел его дядя Маэлс Мкрчан, являющийся вором в законе. Многие товарищи Арсена, с малолетства вставшие на воровской путь, хотели бы иметь таких родственников, которые могли направлять их на правильный путь. Так что с малых лет Арсен Мкрчан воспитывался в специфической среде, где почитали только лишь воровской закон. Поэтому неудивительно, что Мкрчан-младший стал вхож в криминальную среду и к совершеннолетию уже имел большой авторитет, в отличие от его стремящихся к воровской жизни сверстников. Как и стоило ожидать, Арсен получил воровскую корону благодаря дяде, который сделал подход к племяннику в 1999 году, когда тому был 21 год. Помимо Маэлсона коронации Арсена Степаевича, присутствовал и сам Аслан Усаян, дед Хасан, также оценивший рвение Мкрчана-младшего к воровской жизни. Арсен Ереванский. Вскоре в уголовной среде Арсена Мкрчана знали, под прозвищем Арсен Ереванский. Уже по праву вора в законе, он разрешал различные спорные ситуации в армянских городах, близлежащих к Еревану. Несмотря на то, что Арсен не имел ни одной судимости, он был равным на воровских сходках с маститыми законниками. В эти годы уже не особо обращали внимание на судимости, учитывая не тюремный опыт вора, а его заслуги для воровского сообщества в общем. А по некоторым данным, Арсен Ереванский активно грел зоны, выделяя на это деньги из общака собственной бригады, промышлявшие различными преступлениями. Но преступный образ жизни, как правило, приводит любого еще не сидевшего человека в тюрьму, тем более коронованных особ. Непримелькавшиеся оперативникам молодые мафиози, сперва начинают попадать в сводки оперов от информаторов, затем к ним уже и начинают присматриваться и собирать различный компромат, который смог бы отправить авторитета за решетку. Но сложность заключается в том, что многие воры в законе, подолгу не находятся в одном месте, и слежка за их деятельностью не представляется возможной. Лишь поставленные смотрящими по городам и регионам, законники оседают на одном месте и дают повод для сбора информации о их деятельности. Так и Арсен Ереванский, долго не появлялся в поле зрения силовиков, курсируя между Арменией и Россией, пока в 2001 году тульский вор, Александр Загороднев, хряк, не поставил под сомнение свою деятельность перед московскими авторитетами. Он должен был задавать воровской ход в городе, однако этого не делал, и дед Хасан, вместе с воронежским вором Олегом Плотниковым, плотник, явился неожиданно в Тулу, и после встречи с хряком, снял его с должности смотрящего. Вместо него смотрящим по Туле был назначен перспективный законник, Арсен Ереванский. Чтобы ему никто не ставил палки в колеса, Хасан потеснил здесь и влиятельного Алексея Матюнина, лесик, который координировал организованную преступность в области. Таким образом, дед Хасан пытался убрать из российских городов смотрящих воров славян, заменяя их кавказскими авторитетами. Уголовщина без наказания. Являясь смотрящим в Туле, Арсен Ереванский имел свои интересы и в Москве. Именно там действовала его бригада, занимавшаяся выбиванием денег и вымогательством. Арсен Мкрчан зачастую наведывался в российскую столицу, где встречался с другими законниками и выслушивал отчеты своих бригадиров. В 2005 году АПГ Мкрчана совершило похищение человека в Москве, с которого затем вымогали крупную сумму денег. Милиционеры узнали об этом только к концу 2007 года. Надо отдать должное, им удалось выйти на след бандитов и даже арестовать их лидера, Арсена Ереванского, когда тот находился в мытищах. Задержание произошло 14 ноября 2007 года, у вора в законе обнаружили оружие, пистолет, ТТ и наркотики. Мкрчан был доставлен в СИЗО 3 Серпухова. Стоит отметить, что пока Арсен находился в СИЗО, сюда заехал вор в законе Ливан Маргия. Он сразу же объявил себя вором. Однако знавший весь воровской расклад, Арсен Ереванский подробно разъяснил заключенным, что Маргия не является вором. Тот не стал идти против авторитетного Арсена и весь оставшийся срок просидел мужиком, больше не заявляя о своих прав. С целым букетом статей Арсен Ереванский предстал перед судом. Но по странному стечению обстоятельств, дело, которое обещало быть грандиозным по сроку наказания, вылилось в 3,5 года условного срока. И вор в законе вышел на свободу. Как говорят оперативники, перед заседанием многочисленные родственники Мкрчана осаждали здание суда. Возможно, это также повлияло на столь мягкий приговор. Естественно, что имея такое высокое положение, в преступной иерархии, Арсен не перестал заниматься совершением преступлений, несмотря на условный срок. Он продолжил возглавлять тульскую преступность и координировать деятельность своей банды. Силовикам не по душе пришелся приговор. Как рассказал журналисту, один из оперативных работников, они долгое время пытались доказать причастность Арсеном Крчана к тяжким преступлениям. И когда такой случай предоставился, Фемида так благосклонно отнеслась к опасному авторитету. Поэтому они продолжили разрабатывать его совместно со своими коллегами из Мытищ, где вор в законе зачастую появлялся, чтобы поиграть в нелегальном казино. Сигнал о том, что Арсен Ереванский находится в зале игровых автоматов «Вулкан», поступил сыщиком 26 марта 2009 года. Оперативная группа тут же выдвинулась к месту. Силовики устроили засаду возле выхода из заведения. И когда Арсен покидал казино, то попал в руки оперов. У него обнаружили и изъяли свыше 10 грамм героина. Такой вес наркотика минимум тянул на 5 лет заключения, а учитывая, что вор находился еще и на условном сроке, то ближайшие лет 8 Мкарчан точно должен был провести в тюрьме. Его доставили в СИЗО 5 в Кашире. Здесь произошел еще один случай, отягчающий положение Арсена. 28 мая 2009 года Мкарчана возили в Мытище на следственный эксперимент. После этого он некоторое время провел в местном ИВС, изолятор временного содержания, после чего вора доставили обратно в Каширское СИЗО. Во время досмотра у него был обнаружен метадон, сим-карта для мобильного телефона и 2000 рублей. Сам заключенный находился под действием наркотиков. Экспертиза установила, что в его организме остаточное содержание наркотических средств. Было заведено еще одно уголовное дело по статье о хранении наркотиков. После этого вора перевезли в СИЗО 1 матросская тишина. Состоявшийся в июле 2010 года суд отказался продлить срок содержания Арсена под стражей и выпустил его под подписку о невыезде. Как полагают оперативники, родня вора использовали коррупционные схемы для столь лояльного отношения суда к их авторитетному родственнику. В дальнейшем это дело вообще удалось замять. Реальный срок. Только в 2017 году Арсен Ереванский получил реальный срок заключения. К тому моменту он уже распространил свое влияние не только на Тулу, но и на соседнюю Калугу. Здесь вор организовал несколько фирм, которые обналичивали денежные средства, добываемые его бандой преступным путем. Помимо отмывания денег для себя, Арсен также помогал обналичивать деньги и других преступных группировок. Говорят, он уже плотно сидел на игле и не расставался с наркотиками, еле передвигаясь на ногах, предпочитая этому инвалидное кресло, но это никак не сказывалось на его влиянии в городах. 31 января 2017 года Смотрящий приехал в кафе Гонзак на 81 километр Киевского шоссе. Здесь он встретился со Смотрящим по Обнинску и крупным наркоторговцем, чтобы совместить приятное с полезным. Со Смотрящим он обсуждал вопрос, касательно претензий московских бизнесменов, которые требовали возвратить им 40 миллионов рублей, а наркоторговец привез ему целый ассортимент различных наркотиков. Сыщики, давно следившие за всеми передвижениями законника, нагрянули в самый неожиданный момент. Мкарчан не ожидал увидеть здесь силовиков, которые положили его и его бригаду из девяти человек лицами на пол. У Арсена Ереванского изъяли наркотические вещества в крупном размере. Суд над 40-летним Арсеном Мкарчаном состоялся 27 сентября 2017 года. Судья приговорил законника к реальному сроку заключения в 3,5 года. Никто из его окружения, да и он сам не верили, что будет такой приговор, надеясь вновь на условное наказание. Арсен Ереванский был этапирован в Кировскую область, в печально известную ИК-6 под простонародным названием «Черный дятел», где происходит активная ломка воровских авторитетов. Однако надолго задержаться в заключении Арсену не пришлось. Уже в июне 2018 года он был досрочно освобожден по состоянию здоровья, так как врачи поставили ему смертельный диагноз. Впрочем, это не помешало законнику самому сесть за руль Мерседеса, на котором его приехало встречать братва и уехать в Москву. Последний раз Арсен Мкарчан стал героем «Хроники» весной 2019 года, когда устроил банкет для заключенных из правительной колонии номер 2 города Ливной Орловской области. Вместе с положенцем Ромой Шаманом он организовал доставку продуктов для зэков, таким образом поздравив их с Пасхой. В январе 2017 года вор в законе Арсен Ереванский задержан полицией. На Киевском шоссе был задержан вор в законе Арсен Мкарчан по прозвищу Арсен Ереванский. Его вместе с девятью спутниками взяли прямо около придорожного кафе. В числе задержанных оказался и еще один значительный криминальный авторитет, который является смотрящим по Обнинску, а также известный наркоторговец, при котором обнаружена крупная партия наркотиков. У самого Арсена Ереванского оперативники также изъяли героин и метадон. Арсен Ереванский имеет влияние на Калужскую область. Здесь вор в законе организовал криминальный бизнес по обналичиванию денежных средств. На Киевском шоссе его также взяли во время операции по обналичиванию. Последний раз вора в законе привлекали к уголовной ответственности в 2009 году, когда он был обвинен в разбое незаконом хранения оружия и наркотиков. Задержали вора в законе ночью 26 марта, в результате проведенной оперативниками уголовного розыска спецоперации у игрового клуба «Вулкан Удачи» в Шараповском проезде. В ходе личного досмотра у Арсена Ереванского было изъято 10 грамм героина. Матищинский городской суд приговорил вора к четырем годам лишения свободы условно. По словам оперативников, как и положено наследнику воров старой армянской школы, Арсен Мкрчан является закоренелым наркоманом и уже едва передвигается без посторонней помощи. Для таких случаев в медарсенале Арсена предусмотрена инвалидная коляска, на которой он передвигается в минуты физического недомогания. В связи с ухудшением самочувствия в ходе полицейской облавы, законнику вызывали скорую. Субтитры создавал DimaTorzok